Здравствуйте! Добро пожаловать в литературную гостиную. Наша передача выходит под эгидой Санкт-Петербургской книжной ярмарки ДК имени Крупской. Ярмарка находится по адресу проспекта Буховской обороны, дом 105, в 10 минутах ходьбы от метро Елизаровская. Сегодня у нас в гостях Николай Романецкий, писатель, известный многим под псевдонимом Николай Романов, многолетний член семинара Бориса Стругацкого, человек непосредственно причастный к АБС-премии, она же премия имени Аркадия Бориса Стругацких, а также к журналу Бориса Стругацкого «Полдень XXI век». Здравствуйте, Николай! Рады видеть вас в гостях у книжной ярмарки ДК имени Крупской. Первый вопрос к вам. Скажите, вот в середине 80-х годов вы состоите в семинаре Бориса Натановича Стругацкого. Примерно тогда же вы ездили на известный семинар Малиевский, в тот момент уже Дуболтовский, на другие семинары. Скажите, пожалуйста, насколько все эти семинары повлияли на формирование так называемой четвертой волны советской фантастики, и что вообще объединяло представителей этой четвертой волны, помимо дружеских связей и отсутствия официальной публикации? Ну, для начала я бы сказал иначе, почему именно на четвертой волне. Все эти семинары, они вообще влияют на развитие литературного поколения, что четвертая волна, что пятая, что хоть тысячная. А что касается тех времен, тут надо вообще понимать, откуда взялась четвертая волна, каковы, так сказать, ее идеологические и исторические корни. А для этого надо вспомнить обстановку в стране в 70-е годы, когда даже братья Стругацкие, известные уже в тому времени авторы, не могли годами опубликовать свои произведения. И, естественно, у молодых, которые приходили в это время в литературу, у них рождалась энергия протеста против такой ситуации, против заорганизованности литературного процесса, против той обстановки, которая царила в тогдашнем союзе писателей СССР. Вот эта энергия протеста, на мой взгляд, и родила то, что сейчас называется четвертой волной. Когда мы приходили, мы же не знали, что это четвертая волна. Мы приходили, начинали писать, начинали учиться. Это потом уже пришел Василий Владимировский, назвал нас четвертой волной. И все пошло. Ну, собственно, вот так. А какие-то стилистические, может быть, общие моменты, что-то объединяющее в сюжетах, в манере письма? Если судить с этой точки зрения, я думаю, что все-таки авторы четвертой волны, они начинали серьезно работать с произведений короткой и средней формы. Поскольку в те времена, когда все это начиналось, романы, написанные молодыми авторами, были практически непроходным явлением для издательского процесса, то, естественно, во-первых, нас всех учили, потому что не надо, ребята, писать рассказы. Во-первых, это гораздо быстрее научит Вас работе литературной. А во-вторых, какой смысл писать роман, который будет у Вас валяться пять лет в столе. Поэтому четвертая волна именно начиналась с рассказов, и уже потом, когда все изменилось в стране, когда начался книжно-издательский бизнес, начал работать, вот тогда уже они занялись романами. А пятая волна, скажем следующее, она как раз начинала уже в то время, когда уже требовались романы, и они начинали работать именно с романами. Вот, на мой взгляд, чем отличается четвертая волна. Спасибо. Пожалуйста. С 2006 года Вы под псевдонимом Николая Романов выпустили, если не ошибаюсь, десять, извините за автологию, романов. В основном это космические оперы, связанные два цикла, насколько я помню. Совершенно верно. Вот. Вопрос, собственно, в чем? Ну, я понимаю, почему космическая опера. Это жанр востребованный, тут вопросов не возникает. А почему не под собственной фамилией, почему не как Николай Романецкий? Ну, тут вообще история интересная. Во-первых, я ведь до той поры писал обычно то, что мне нравилось, то, что мне хотелось, и столько, сколько хотелось. Поэтому книжки выходили довольно долго и медленно, и писались они долго и медленно. А тут мне предложили работу, ну, то, что называется, патагонная работа на конвейере. То есть, полгода прошло, давай книжку, полгода прошло, давай книжку. Естественно, я, в общем-то, сомневался, смогу ли я в таком ритме работать, поскольку не привык. И потому был изначально настроен на то, чтобы попробовать сначала по псевдониму. Ну, мелькнул там где-то на рынке некий роман, некоего Романова. Не вышло второго, ну и забыли об этом романове. И нет никаких проблем. С другой стороны, издательство, или Нездат, как раз в это время затеяло проект по так называемому ребрендингу. Есть такое английское слово. То есть, им захотелось раскрутить автора, который, в общем, был более-менее известен до того, но под другим совершенно именем, как бы с нуля. Таким образом, наши интересы совпали. И поэтому эти книжки пошли под псевдонимом Николай Романов. Ну, и еще тут имеет значение тот факт, что поскольку один из этих циклов, в общем-то, был сугубо заказной, ну, в том смысле, что, понятное дело, что мир, героя там и весь прочий антураж придумал я, но типаж героя, кто он такой, каков он должен быть по характеру, это было заказанное издательство. Поэтому, опять же, я считал, что надо, наверное, все-таки делать это под псевдонимом. Но, правда, другой цикл был придуман, собственно говоря, мною. И даже открою небольшую тайну, что, когда шли переговоры, переговоры, в общем-то, шли именно о том, чтобы параллельно двигать оба цикла. Потому что я хотел не только заказную работу пустить в это время, но и то, что придумал сам. Тем более, что там, это у меня было задумано еще где-то в году, в 2001-м, мне хотелось написать роман под названием «Курс лечения». Некоторые издатели сказали, что под таким названием книга никогда на рынке не выйдет и не пойдет. А в результате, четвертый роман цикла экспансии, называется «Курс лечения», он вышел и продался. Вот такая вот история. Забавно, забавно. Николай, Вы трижды участвовали в проекте Андрея Черткова «Время учеников» в 1996 году, в 2000 и 2009. Скажите, пожалуйста, как с Вашей точки зрения развивался этот проект, ну, с ходом времени, понятно, и с изменениями в стране? И, собственно, какой месседж Вы вкладывали в эти три произведения, опубликованные в рамках проекта? Ну, о самом проекте, конечно, лучше бы говорить Андрея Черткова. Вот, поскольку все же таки изначально у истоков этого проекта стоял он, и причем замысел этот был отнюдь не 1996 года, а гораздо раньше. Он эту идею пробивал, и большинство ему говорило, что из этой идеи никогда ничего не получится. Тем не менее, он своего добился, и проект такой родился. Я все-таки, наверное, не буду говорить, чего он хотел, потому что это будут мои домыслы о его желаниях. Но с Вашей точки зрения, с точки зрения одного из участников? С точки зрения одного из участников, как сказал кто-то из классиков, вроде бы приписывает эту фразу Достоевскому, что все мы вышли из Гоголевской шинели, так вот, наше поколение, наверное, все вышло из стругацких стажеров. Естественно, изначально было желание отдать должное тем писателям, которых мы любили, на книгах которых мы выросли, которых мы безмерно уважали. Но когда началась сама работа, конечно, уже тут появились другие желания. Например, желание поспорить со своими учителями. И, как мне кажется, первый том этого проекта как раз рождался под знаком «Поспорить с классиками». Это что касается первого тома. Во втором томе я не участвовал, хоть и читал его, поэтому о нем я говорить вообще ничего не буду. А вот третий том, это уже было несколько иное. Это уже как бы, ну, понятное дело, что еще был интерес поработать в мире, который придумал. Причем этот мир наш любимый мир. Все мы ведь были влюблены в мир полный. Всем нам хотелось жить в этом мире, в этом обществе, рядом с этими людьми. Да и, в общем, я подозреваю, что мы и сами были тогда, в общем-то, недалеко от таких людей. Нам тоже хотелось вот работать, 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 работать. Вот. А когда пошел третий том, здесь уже как бы появилось в определенной степени желание повиниться за первый том. То есть вот мы там сцепились с классиками, попытались их опровергнуть. Кому-то это, может, удалось, кому-то не удалось. То есть, ну, я знаю такое мнение, что моя повесть, отягощенная счастьем, некоторые называли самым скандальным произведением сборника, что она шла совершенно в разрез с тем, что было в пикнике на обочине. Вот. Но, с другой стороны, Черков всегда и говорил, что, ребята, мне не нужно, чтобы вы писали продолжение произведений Стругацких. Мне нужно, чтобы вы взяли какое-то произведение Стругацких. Вот так вот все, все кирпичики перепутали, перекидали, а потом сложили из них совершенно свой дом. Вот так мы в первом томе и сделали. А в третьем томе считайте, что это была попытка повиниться перед теми, кого мы хотели опровергнуть. Далее был очень длинный период, очень длинная пауза, поскольку я вообще-то знаю, что первые три тома выходили. Ну, это как бы слухи, то есть никаких доказательств нет, но первые три тома выходили гораздо большими тиражами, чем там обозначены на книжках. Но, тем не менее, проект на Сюм был и закрыт. И уже через много лет, это уже была середина 2000-х, Андрюша Черков не терял никогда надежды продолжить его. Хотя мы уже все махнули рукой к тому времени, поняли, что дальше ничего не будет. Но, тем не менее, Черкову удалось пробить уже снова эту идею, но уже не просто по произведениям Стругацких, а определенные тематические сборники в Стругацких мирах. Ну, в общем, по большому счету, уже никакого отношения к произведениям самих Стругацких не имеющие. Вот так вот родился первый сборник уже «Время у Ченкова-21», посвященный кино и Стругацким. Второй сборник, посвященный Арканару. Задумывался им и третий сборник, и четвертый, и пятый. У него, по-моему, еще на три книжки было набрано материалы. Но, к сожалению, я не знаю по каким причинам, в торговле они пошли не слишком хорошо. И издательство «Азбука» интерес к этому проекту потеряло. Видимо, надо ждать еще лет десять, чтобы снова родился. Помимо «Времени учеников», вы участвовали в других межавторских проектах, например, в «Новелизации секретных материалов» Криса Картера, в «Мире пауков». С высоты вашего опыта, в чем сила, собственно говоря, межавторского издательского проекта, и в чем его недостаток, в чем слабость, в общем, чего стоит опасаться авторам, которые в этот самый проект идут? Ну, я думаю, что тут надо начать вообще с причин, почему появились эти проекты. Я думаю, что главное состоит в том, что издатели придумали проекты для того, чтобы увеличить собственные прибыли. Ну, ни для кого не секрет, что издательский бизнес, собственно говоря, для того и предназначен, чтобы зарабатывать на производстве и продаже книжек. Издательские проекты предназначены для того, чтобы подтянуть на рынок те группы, скажем так, не только читателей, но и других людей, связанных с определенными направлениями развлекательной деятельности, типа игр, типа кинофильмов, ну и тому подобных чисто развлекательных вещей. Поэтому неудивительно, что появились и новелизации фильмов, и книжки, которые написаны по мотивам определенных компьютерных игр. Все они предназначены именно для цели большего извлечения прибыли. Что же касается нашего, я имею в виду не только себя, а и других людей, которые участвовали в тех проектах, которые вы назвали, то есть секретные материалы и мир пауков. Тут было как бы два момента. Во-первых, надо вспомнить, что в это время была довольно трудная ситуация с книгоизданием вообще и с жизнью в стране в частности. Вернее, наоборот, с жизнью в стране вообще и с книгоизданием и литературным трудом в частности. Это было время как раз, когда только-только рухнул наш родной рубль. И были очень большие проблемы с работой, с литературной, я имею в виду, именно работой. И тогда, в общем-то, речь о том, чтобы напечатать что-то свое, могла находиться только в очень далекой перспективе. И поэтому, в основном, авторы брались за это, потому что надо было как-то заработать. Это, так сказать, одна сторона. Ну, а вторая сторона. Опять же, было интересно поработать в мире, который создал не ты. И в то же время это не просто книжку написать. Это надо было сначала посмотреть кино, понять, что там происходит, описать все это. То есть, сюжет должен быть приближен к тому, что происходит в самом фильме. Но ведь кино отличается от книжки тем, что в кино там в основном видеоряд играет. Там зритель, глядя кино, не задает себе вопрос, а почему герой поступил вот таким образом. Когда же начинаешь все это перекладывать на бумагу, эти вопросы сразу начинают возникать. И поэтому самым сложным в этой ситуации было как раз найти психологическое оправдание поступкам героев, которые поставлены в такие условия трудом сценариста и режиссера. Я взялся за это дело с удовольствием. И первые две повести писал тоже с удовольствием. Наверное, поэтому они и получились вроде бы по качеству повыше. Ну, а дальше этот интерес стал затухать. И последнюю, пятую повесть я уже писал, можно сказать, из-под палки, потому что надо было закончить раз взялся. И после этого я к этому проекту не возвращался. Ну, а что касается «Мира пауков», это история примерно та же самая. Это тоже была попытка заработать. Причем речь шла о том, чтобы написать вообще роман. Но поскольку роман я написать никак не успевал, то мне было сказано издателями, «Давай-ка ты напиши первую треть романа, назовем ее повестью, издадим как повесть найденыш, а потом ты будешь писать уже дальше продолжение, может быть, когда-нибудь мы издадим все целиком». Ну, поскольку это когда-нибудь не наступило, я не написал ни второй, ни третьей части, и так это и осталось, как повесть найденыш. Вот, такова ситуация, такова история. Николай, вы подготовили и выпустили сборник интервью с писателями-фантастами «13 мнений о нашем пути». Сборник посвящен мнениям писателей о будущем, о футурологии, о развитии человечества. За этот сборник, если я не ошибаюсь, вы получили интерпресс-кон, бронзовую улитку и АБС-примия. То есть профессиональное сообщество высоко оценивало вашу работу. Скажите, в чем, с вашей точки зрения, интерес профессионального сообщества именно вот к этому направлению, к этой теме? Если балл на рынке сейчас правит постапоколитика и вот такая вот литература о конце света? Ну, собственно говоря, по-моему, вы сами на ваш вопрос ответили. Потому что на рынке правят те, кто покупают книжки и те, кто их продают. А премии авторам присуждают профессионалы, которые, в общем, к рынку относятся поскольку-постольку. И они, прежде всего, оценивают выше то, что интересует их самих. Так что это говорит всего-навсего о том, что большинство наших профессиональных писателей все-таки интересуется не постапоколитикой, вампирами и прочими рыночными штучками, а в первую очередь будущем России, будущем человечества, будущем науки и такими вот штучками. То есть, вероятно, стоит ждать после вот этого самого вала постапоколитических книжек, каких-то книжек футурологических, каких-то книжек со светлыми перспективами? Вала на рынке? Ну, на рынке, наверное, тоже. Не думаю. Я не думаю, что рынок захочет покупать, в смысле, рынок захочет насыщать себя книжками, посвященными будущему человечеству, будущему науке, будущему обществу. Рынок насыщает себя тем, что нужно среднему читателю, а среднему читателю в первую очередь нужно развлечься, а вовсе не раздумывать о будущем науке человечества. Печальная точка зрения. Это печальная точка зрения, но я боюсь, что такова жизнь. И не только сейчас, всегда такая она была. Так мне кажется. Вы много лет занимаете должность секретаря оргкомитета премии имени Аркадия Бориса Тругацкого, ну, в просторечии АБС-премии. Скажите, чем эта премия отличается от других наград, в чем ее особенность, в чем ее привлекательность? Ну, вообще, от всех фантастических премий она отличается, в первую очередь, тем, что она имеет денежную составляющую. Поэтому авторы, получающие АБС-премию, получают, кроме семигранной гайки, еще и некую сумму в конвертике. И даже не только лауреаты, которые получают семигранную гайку, но и дипломанты, которые входят в финалисты. Ну, финалисты или дипломанты, они все считаются дипломантами. Их от трех до пяти человек, каждый из них получает диплом. И тоже некую сумму. Поменьше, конечно, чем лауреаты, но, тем не менее, там сумма тоже есть. Вот, с материальной точки зрения, это хотя бы этим уже. Она отличается от большинства остальных премий. Вот. Что касается, так сказать, идеологической составляющей. АБС-премия, кстати, ее придумал наш коллега Дмитрий Каралис, который в течение десяти лет был директором Центра Соверной Литературы и Книги. На тот момент, когда эта премия задумывалась, у нас в Питере царствовали, так сказать, две премии, вернее, три премии. Это Интерплескон, Бронзовая Улитка и Странник. Чем они отличаются друг от друга? Интерплескон, это определяет лауреат всеобщим голосованием участников Интерплескон. Бронзовая Улитка, она обусловлена тем, что ее присуждает лично Борис Натанович Стругацкий. Ну, а что касается Странника, то его, лауреатов этой премии, определяет профессиональные компетентные жюри. Так вот, в БС премии был взят принцип, объединяющий личное участие Бориса Натановича Стругацкого и компетентного профессионального жюри. Иными словами, 20 человек номинаторов в течение года определяют вещи, которые могут заинтересовать Бориса Натановича с точки зрения номинации на БС премию. После чего Борис Натанович из всего этого массива, составляющего порядка полусотни романов и такого же примерно количества статей, критических книг, Борис Натанович выбирает от трех до пяти этих самых дипломантов, которые могут претендовать на лауреатство. А потом уже профессиональные жюри, состоящие из 17 человек, проживающих в разных городах нашей страны, то есть Питер, Москва, Красноярск, Волгоград и далее. И уже тайным голосованием эти 17 человек определяют лауреата по скейтинг-системе. Вот, собственно говоря, чем отличается БС премия от прочих премий. Понятно, спасибо. Паргавлский. Среди молодых писателей-фантастов входит множество мифов о журнале Бориса Стругацкого «Полдень XXI века». Какие из этих мифов вы, как ответственный секретарь журнала, считаете долгом развеять? Для начала я считаю своим долгом развеять миф о том, что имя Бориса Натановича используется совершенно другими людьми для выпуска этого журнала. Я знаю, что в самом начале истории нашего журнала ходили разговоры о том, что Борис Натанович дал только свое имя и не имеет никакого отношения к тому, что там печатается. Это полная ерунда. Борис Натанович не такой человек, который позволит использовать свое имя в каких-то иных целях, кроме собственного интереса. А его интерес давний, еще 60-х годов в том, не только его интерес, а обоих братьев, чтобы иметь в стране профессиональный литературный фантастический журнал. И когда ему удалось это наконец сделать, все произведения, которые печатаются в журнале, прочитываются и отбираются Борисом Натановичем Стругацким. Все остальные ему только помогают. Это, собственно говоря, самый был распространенный миф. Кроме того, существует мнение, что в полне не берут рассказы начинающих. Это тоже несоответственно действительность. Практически в каждом номере у нас имеются рассказы одного-двух начинающих авторов. И главная задача здесь только одна. Если рассказ написан хорошо, сделан профессионально, то он будет напечатан в полне. Ну, а если простите, это Мура, так и она и будет там, где находится вся Мура. Далее. Существует миф среди авторов, что у нас в редакционном портфеле существует живая очередь. То есть, почему-то люди считают, что если он прислал рассказ в феврале месяца этого года, а автор М прислал рассказ в августе месяца этого года, то первым будет напечатан тот рассказ, который пришел в феврале. Ничего подобного. Первым будет напечатан лучший рассказ из этих двух рассказов. То есть, Борис Натанович прямо говорит, что он каждый следующий номер собирает из тех лучших произведений, которые на этот момент находятся в редакционном портфеле. Поэтому отдельные произведения могут выйти в свет уже через два месяца, ну, а другие произведения лежат там и по два-три года. Бывали такие случаи. Далее, существует миф, что одобренные рецензентом тексты не доходят до главного редактора. В этом периодически обвиняют редакцию. Это тоже полная мура. Все, что проходит через рецензентов, все доходит до Бориса Натановича. Другое дело, что через рецензентов проходит, наверное, от силы, 20% всего того, что они читают, а потом Борис Натанович еще из этого половину тоже откладывает. Но это уж такова практика вообще, говоря, в литературе. Потому что, чтобы о чем бы можно было ни говорить, 90% всего это известное слово. Ну, я надеюсь, что зато остальные проценты, поступающие к нам в редакцию, в редакционную портфель, проходят печать. В общем, дорогие потенциальные авторы журнала «Повыдин 21 век», писать надо лучше. Да, абсолютно точно. Да, есть еще один миф. Как будто редакция занимается подпиской и продажей журналов. Это тоже полная ерунда. И подпиской и продажей журналов занимаются совершенно другие организации, которые, к тому же, находятся не в Петербурге, где находится редакция, а в Москве. Вот, пожалуй, наиболее распространенный миф. Николай, ну вот сейчас у нас встреча проходит на книжной ярмарке ДК Некрупской. А скажите, какие-то воспоминания, связанные с книжной ярмаркой, у вас есть что-то такое забавное, может быть, здесь происходило с вами, вашими товарищами, вашими коллегами? Ну, вообще, у меня воспоминания начинаются в осени с книжной ярмарки в Крупе. Мои воспоминания начинаются с большой, по-моему, газовой трубы, где-то в районе Ульянки, или Сосновой поляны, за которой в 70-е годы находился черный книжный рынок, так называемый. Когда мы приезжали туда на трамваях, переползали через эту трубу, трубу ходили среди чемоданов и ящиков, на которых лежали книжки. Вот там, так сказать, я начал собирать в свою библиотеку книг братьев Стругацких. А Крупа появилась уже намного позже. Здесь я тоже, конечно, бываю периодически и довольно часто. Всегда бываю весной, когда у нас идет отбор книг на АБС-премию. Естественно, книжки для жюри я приобретаю на рынке именно здесь. Сам я, в общем, крайне редко уже покупаю книжки, но это только по одной причине, потому что я книжек стал мало читать. Я в основном читаю рукописи, рукописи и рукописи. Ну, еще я здесь покупаю, конечно, собственные книжки, когда они выходят. Понятно. А что касается разных интересных вещей, в свое время здесь проходили некоторые мероприятия конвентов странник, ну, а точнее, так называемое вручение жанровых мечей. И был один любопытный случай, когда получивший меч Брайдер-Чедович, находясь в кафе, чуть было не отрубили голову этим мечом. Я не помню, то ли Брайдер-Чедович, то ли Чедович Брайдеру, потому что мы оттаскивали друг от друга и того, и другого, и, в общем, слава богу, никому не попало по голове. Не поделили меч один и двоих? Да нет, там было, они не поделились совсем другую вещь. Серьезный и, к сожалению, неизбежный вопрос. Над чем работает сейчас Николай Романов? Ну и, возможно, Николай Романицкий. Чего ждать от вас, читатели? Очень серьезный и очень неизбежный. Николай Романов работает над заключительным романом цикла «Избранник», который будет называться «Победитель». Работает, правда, уже довольно долго, поскольку предыдущая книжка вышла в марте еще этого года. Но, тем не менее, рано или поздно он ее завершил. Это долго? Да, долго, конечно. Все это уже почти год прошло. Ну, закончен он был предыдущий роман в январе прошлого года. Так что нет, практически уже почти год. А еще? Еще что? Еще над чем работаете? А, Романов пока больше не на чем работает, хотя, в общем, уже есть определенные предложения, обязательства насчет следующего цикла. А Николай Романецкий сейчас должен с 1 декабря закончить рассказ для одного тематического сборника, название которого пока говорить, наверное, рано. А еще он должен закончить статью, которая вчера мне уже написана. Надо превратить ее в чистовик. Но это работа двух дней, не больше. Вот, собственно, пока. А, ну да, еще же Николай Романецкий работает сразу над вторым и третьим номером журнала «Полдень», который необходимо довести до типографии. Вот, собственно, пока так. Ну и в завершение для наших зрителей, для наших слушателей. Может быть, прочитаете что-нибудь короткое? Ну, может быть, стихотворное, может, прозаическое? Нет, прозаическое я читать не буду в камеру. А стихотворное, пожалуй, можно прочесть. Я вообще периодически пишу так называемые тоники, посвященные друзьям, коллегам, ну, как правило, в связи с определенными их жизненными праздниками. Ну, иногда и просто так. Ну, парочку, троечку, я таких и прочитаю. Тут надо объяснить зрителям, что такое тоник. Это четверостишья, первые две строчки которого начинаются на «то-не». Именно поэтому он называется «тоник». Смысла в этих двух строчках не больше, чем отрицание всяких глупостей. Но зато третья и четвертая строчки должны содержать некий смысл. А главная проблема состоит в том, что, как правило, эти третья и четвертая строчки пишутся с использованием названий произведений героя этого тоника. Но, правда, это получается не всегда. Иногда они посвящены другим вещам. Но, как правило. Вот сейчас парочку таких я и прочту. Значит, тоник, посвященный Ирине Андронате и Андрею Лазурчуку. То не шляпы к вагонам пришиты, То не сына бьет розгвимать, То безродные космополиты В бой зовут нас, за право летать. Зрители, наверное, знают автора, которого зовут Мариан Малферва, и который теперь печатается под псевдонимом Роман Буревой. Вот тут как раз тоник, состоящий не из названия ее произведений. То не в море идут караваны, То не волки устроили вой, То к главреду зашла Марианна, Ну а вышел роман Буревой. Я уже упоминал о Диме Каралисе, Который придумал ОБС Премиум. У него есть куча произведений, Он вообще много рассказов пишет. Вот есть такой рассказ «Раки», Есть рассказ «Дача» Есть повесть «Ненайденный клад». По этому поводу тоник. То не золушка горестно плачет, Не разносится трели цикад, Это раки у Димы на даче Отыскали ненайденный клад. Святославу Логинову То не память о лютом пожаре, То не мухи наелись конфет, Это славя с кортежником в паре Просадил многорукий свой свет. Вячеслава Рыбакова Тут тоже названий нет. То не в сети попался Карасик, Не поэт, сочинил Мадригал. Это слава Семагину Асю На двоих ардусянок сменял. Ну и последний хулиганский тоник, Посвященный сборнику Эра Эреса. Этот сборник вышел пару лет назад В серии Петра Эдер И посвящен был любви и сексу Юлии Андреевой. Юлия Андреева и Александра Смирова выпустили. Совершенно верно. А тоник звучит так. То не Эрес на Эру улегся, То не Эресу Эра дала, То читатель, возможно, развлекся С Эра Эреса, но и дела. Вот так вот примерно. Спасибо. Пишут фантасты. Сегодня у нас Д.К. Мегрубский На встрече с писателем Николаем Романецким Гости. Возможно, у них созрел какой-нибудь вопрос. Попрошу задать, если есть. Да. Вопрос есть. Николай, когда вы отвечали на вопрос о Четвертой волне, Вы отметили, как одну из объединяющих черт этой генерации, то, что практически все представители Цветной волны начинали с рассказа. Четвертой волны. Четвертой волны. Я сказала, какой. Ну, кстати говоря, по-моему, представители Цветной волны тоже начинали с рассказа. Ну, вот, собственно, у меня по этому вопрос. Вы видите, какой-то преемственность между Четвертой волной и так называемой Цветной волной, одной из последних поколений молодых писателей, которые... Преемственность я, конечно, вижу. Потому что, на мой взгляд, Цветная волна рождена, опять же, энергией протеста нынешнего поколения против Пятой волны. Так мне кажется. Это единственное сходство? Нет, почему же единственное сходство? Точно так же представители Цветной волны настолько молоды, насколько были молоды те же представители Четвертой волны 25 лет назад. Их связывают дружеские отношения, наверное, так же. И дружеские отношения связывают... Ну, это там называется разные слои в тусовке. Это нормальное явление. Естественно, представители старшего поколения вроде не слишком ко двору представителям молодого поколения. Это вообще нормальное явление у человечества, когда они собираются по возрасту и по интересам. На мой взгляд, так. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был писатель Николай Романецкий. Спасибо, Николай. Благодарю вас за везение. Вам спасибо. И наши гости Елена Бойцова и Сергей Удалин. И вам спасибо. Спасибо вам. Заходите еще. Будем рады вас видеть на группе всех троих. Приводите друзей. Всем спасибо. Все свободны. Спасибо. 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 Напоминаю, что вы смотрели передачу «Литературная гостиная». Наша передача выходит под эгидией Санкт-Петербургской книжной ярмарки до Камени Крупской. Ярмарка расположена по адресу проспекта Буфовской бароны, дом 105, в 10 минутах ходьбы от метро Елизаровска. До встречи через месяц. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за подарками.